Здравствуйте, мои дорогие коллеги садоводы! Сегодня у меня нет за столом саженцев, нет никаких растений, кроме вот одного цветочка для зелени, но тем не менее, зато у меня есть огромное количество информации, полезной для нас с вами, потому что задают по-прежнему очень много вопросов, как правильно оформить заказ на посадочный материал в нашем садовом центре. Вариантов несколько. Вариант первый, конечно же, на сайте садового центра Северин, www.severin-71.ru. Мы обязательно примем ваш заказ. Второй на страницах в социальных сетях. Это страница в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке и на канале в Ютубе. Перед началом каждого ролика идет заставка с очень приятной энергичной музыкой, где вы можете увидеть имя сайта, наш адрес. И без заказов, конечно же, приезжайте. Кто недалеко от нас находится, это Тула, Тульская область или близлежащие регионы, конечно, мы всегда рады вас видеть. Посадочный материал у нас есть в наличии, но, к сожалению, утром он есть, в обед его уже каких-то сортов может не быть. Задают много вопросов по какому-то конкретному сорту. Мы не можем проконтролировать каждую минуту продажи. Вы понимаете, да, что это очень сложно? Потому что позвонил человек, отложите саженец. Пока девочки дошли из одного торгового зала в другой, уже у нас посадочный материал раскоплен. Хотя привозим в очень больших количествах, и всем всего должно хватать. Тем не менее, мы благодарим вас за огромное доверие, которыми вы с нами поделились в этом году. Доверие особенно к нам жителей из других регионов, потому что мы не были даже готовы к такому шквалу заказов, который на нас обрушился. Если вдруг мы не ответили в течение суток, пожалуйста, наберитесь терпения, дайте нам хотя бы еще один денечек. Получилась такая ситуация, что 4 дня, ну, мы же женский коллектив, девочки тоже все хотят отдыхать. Садовый центр у нас работал в Сидней Крови 8 числа, а вот офисный планктон, наш состав менеджмента, конечно же, отдыхал. Ну, столько гневных отзывов, столько гневных отзывов и на канал в Ютубе, и на страничку в Одноклассниках, мы никого не бросили, мы ни о ком не забыли. Но мы же тоже должны отдыхать. И мои менеджеры, конечно же, отдыхали. Они постараются сегодня-завтра ответить на все ваши запросы и обработать все ваши заказы. Поэтому приносим извинения за причиненные неудобства. Но субботу, воскресенье у нас девочки занимаются отправкой посылок, продавцы в торговом зале работают. Плюс каждую субботу, видите информацию, мы проводим школу садовода, то есть мы не ленимся. У нас очень активная бурная деятельность. Мы стараемся успеть все. Но вдруг, если в течение суток не успели, поэтому уж не обижайтесь, 2-3 дня хотя бы нам дайте. Теперь по исполнению наших заказов. У кого вот многие пишут, особенно это дальние регионы, это северные регионы, где еще очень большие морозы. Вы не стесняйтесь, напишите. Конечно, хранить товар мы не будем всем. Мы отгружаем заказы в порядке очередности. Но если у кого-то еще стоят морозы минус 20, лучше мы 1-2 заказа сможем притормозить, чем потом это будет выброшенный посадочный материал и ваши деньги, и наше время. Собственно говоря, вот такие моменты имеют место быть. По хранению. Многие просят, отправьте нам в апреле. Я очень вас понимаю, но, к сожалению, у нас нет таких огромных свободных площадей с такими температурными условиями, чтобы хранить все заказы. Вот могу вам сказать так. Для того, чтобы хранить все заказы, нам потребуется освободить склад, а это наш, собственно говоря, склад, площадью как минимум полторы тысячи квадратных метров. Это чтобы сохранить даже какие-то аварийные заказы. Поэтому мы их отправляем в порядке очередности. В среднем в день у нас уходит по 100 посылок. Когда 100, когда 100, 120. Поэтому мы стараемся работать быстро, но моменты какие-то могут быть. Поэтому по хранению могу сказать точно. Только северные регионы в порядке исключения. И то, потому что жалко посадочный материал. Мы стараемся заботливо укутывать его в агроткань. Но если мороз минус 20, конечно, никакой саженец не выдержит. И мы вынуждены потом вам будем делать возврат за некачественный товар. То есть это не очень хорошо. По поводу сроков приема заказов. Смотрите, мы принимали заказы на коллекцию весны этого года с 1 ноября. И заказов было огромное количество. То есть те, кто заказы давал в ноябре, в декабре, безусловно, у нас 100% исполнение за минусом некоторых позиций, которые мы просто отбарковали сразу на таможне, либо при приеме. Мы не хотим, вы нам доверяете, мы не хотим утратить свою репутацию. Поэтому если пришел товар ненадлежащего качества, мы просто его не принимаем на таможне, делаем либо возврат поставщику. Но это как бы уже наши проблемы. Но в основном заказы, исполняемые заказы, это 90%. По заказам, которые поступают вторая половина февраля и сейчас март, безусловно, мы постараемся принять все меры к тому, чтобы исполнить заказы 100%. Но гарантий по свежим текущим заказам дать никаких не могу. По одной простой причине. Что садовый бизнес, он очень интересный. Когда у всех зима, мы уже оплачиваем заказы на весну. Если мы с осенью ничего не закажем, то весной мы ничего и не получим. Поэтому тот, кто был в общей массе заказов, и плюс еще свободный исток торговый зал и нашей франчайзи, конечно, все будут с посадочным материалом. Если вдруг, еще раз подчеркну, по заказам февраля-марта кому-то что-то не хватило, то вариант может быть следующий. Если вдруг вам не хватило посадочного материала в капере, в декоративной упаковке, ничего страшного. Очень много сортов поступает на открытую площадку. До апреля мы торгуем как раз декоративной упаковкой, а с апреля месяца мы уже будем торговать, учитывая какие будут погодные условия, мы будем торговать растениями в контейнерах. И торгуем мы ими весь сезон. Поэтому у вас будет возможность заказать то, что вам необходимо. Постараемся вывешивать информацию на сайте, делать обзорные экскурсии на наши открытые площадки садового центра, делиться всеми новинками, сразу ценовой политикой. Еще одна приятная новость. Я считаю, что это ошеломляющие новости для вас и для нас. Мы решили вопрос отправки посадочного материала в Казахстан и в Белоруссию. Потому что запросов было огромное количество. Мы утрясли сейчас этот вопрос. И если вы находитесь далеко от нас, в Казахстане, в Белоруссии, вы можете уже делать свои заказы. Мы с удовольствием их выполним и отправим. Сейчас отправка Почтой России. В дальнейшем с апреля месяца мы будем отправлять растения в контейнерах транспортной компании СДЭК. Там стоимость будет чуть повыше, потому что растения уже подрощены. И, соответственно, стоимость доставки будет чуть побольше. Но поверьте, при нашей ценовой политике и при том качестве, которое вы получите за эти деньги, я думаю, что материал у вас будет хороший. Если вдруг у вас какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь на канал в Ютубе. Просто еще раз подчеркну, на канале в Ютубе работаю в основном я. Отвечаю на те вопросы относительно видео. В соцсетях работают наши менеджеры. Поэтому иногда вы пишете вопрос, Ирина, почему не отвечаешь? Я не отвечаю, потому что вам отвечает Виктория, вам отвечает Елена, Оксана. Еще раз подчеркну, мы все рядом с вами. Поэтому обращайтесь с любым вопросом, мы всегда постараемся ответить. И не волнуйтесь, если мы в субботу и воскресенье не смогли ответить на ваш вопрос. В понедельник до обеда вы обязательно получите ответ на все вопросы. Я желаю нам всем с вами хорошего настроения, красивого сада, великолепного здоровья, чтобы близкие вас всегда радовали и чтобы дом был полной чашей. До новых встреч!